В Цхенвале появился современный дворец спорта столицы Южной Осетии. Его подарил фонд Алины Кабаевой. По словам знаменитой спортсменки, идея построить комплекс у нее появилась в 2008 году, после того, как она побывала в разрушенном войной городе. И вот теперь юные атлеты получили все условия для полноценных тренировок. А сегодня спарринг. Партнерами для них выступили российские чемпионы. Репортаж Ильи Костина. Спорт объединяет. У спорта нет национальности, понимаете. Спорт за мир. Алина Кабаева привезла сегодня в Южную Осетию многих наших именитых чемпионов. Александра Карелина и Николая Валуева можно было заметить издалека. Строительство нового спорткомплекса в Цхенвале – самый крупный проект благотворительного фонда Кабаевой. Этого момента ждали здесь более шести лет. Ну как вам? Нормально? Нравится? Теперь есть где заниматься спортом? А? А так где занимались? На улице? Дома? В спортшколе. Энергия первых ударов и первых побед. Впереди у них жесткий режим тренировок и поединки, в которых еще только предстоит проявить свой характер. Но этот день, когда можно впервые выйти на настоящий ринг, они теперь запомнят надолго. Каскад ударов. Бокс в Южной Осетии традиционно один из самых популярных видов спорта. А сегодня у юных спортсменов появился еще и свой дом. Место, где они смогут теперь тренироваться каждый день. Боксеры! Всем привет! На ходу короткий мастер-класс от самой титулованной женщины в мире бокса, двукратной чемпионки планеты Натальи Рогозиной. Роги повыше. Двоечку. О, молодцы! В новом просторном здании место нашлось всем. Здесь представлены и различные игры борьбы, а еще тяжелая атлетика, плавание, волейбол, баскетбол и, конечно, гимнастика. Мама самой юной девочки из команды гимнасток Южной Осетии за чаем объясняет, почему у них сегодня столько радости. Потому что вот несколько лет тому назад у нас не было вот такого комплекса, как сейчас вот отстроили. А сейчас же есть. Значит, мы надеемся на что-то лучшее. И, наверное, все же живем вот этими надеждами. После страшных событий августа 2008-го эту цхенвальскую спортшколу удалось отремонтировать лишь частично. И здесь хотя бы было что восстанавливать. Многие другие школы были просто стерты с лица земли. Тренировочные ковры в зал художественной гимнастики волонтеры фонда Алины Кабаевой привезли практически сразу после войны. А сама олимпийская чемпионка тогда решила будет строить в цхенвале новый современный спортивный комплекс. Теперь все будет совсем по-другому. Увидев новый гимнастический зал, Алина Кабаева порадовалась за девочек, которые теперь будут здесь заниматься. Сон какой станок. Господи, я же когда-то мечтала, чтобы у нас был станок и зеркала. Но сейчас, слава богу, все есть у нас. Я же смотрела проект дворца. Я сама говорила, сколько метров должен быть потолок, какой у нас ковер, какой должен быть зал хореографии. И все так получилось. Посмотрите, светлый. Во-первых, очень хорошо, что он окна витражные. Меньше будет электроэнергии. Александр Карелин к гимнастике, как оказалось, тоже неравнодушен. У него дочка тоже занимается художественной гимнастикой. Поэтому он знаток. Да, Сан Саныч? Да, сан Саныч. Пожалуйста. Условия замечательные, красивые, светло, широко, много воздуха. Особое сочетание легкости, грации и красоты. Быть похожими на Алину Кабаеву. Они мечтали еще самых первых шагов в художественной гимнастике. А сейчас часто пересматривают ее выступления в интернете. На Олимпийских играх, когда она заняла первое место, Собручью мне очень понравилось. Мне очень нравится, как она выступает, так эмоционально все. Пыталась ей подражать. За время строительства проект комплекса претерпел изменения. Общая площадь выросла в два раза. Теперь это 11 тысяч квадратных метров. Перерезая сегодня символическую красную ленточку и передавая дворец в дар республики, Алина Кабаева пообещала, что скоро вновь вернется в Южную Осетию. И снова привезет с собой первоклассную команду. Надеюсь, что этот спорткомплекс будет развиваться успешно, будет радовать детей. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы приезжали сюда тренеры, чтобы здесь были тренировки, чтобы здесь было много-много-много детей. А потом, как Бог даст, много олимпийских медалей. Сегодня, видя, что появляются такие комплексы, восстанавливается республика Южная Осетия, возрождается. Хотел бы поблагодарить великую Россию, которая нам оказывает помощь. Она ощущается нашими жителями повсюду. Спорт есть спорт. Железная дисциплина, нагрузки и многочасовые тренировки. Все это у них еще впереди. А сегодня большой праздник. Илья Костин, Илья Марин, Тимофей Генералов, Екатерина Белова и Егина Искандарова. Первый канал Южная Осетия.